привет друзья сегодня я продолжаю серию роликов посвященных эффективности и применению кайзен технологии в повседневной жизни тема сегодняшнего ролика как извлекать из книги все самое полезное как в свое время сказал гиппократ я есть то что я ем но надо понимать что гиппократ это сказал в отношении своего тела а вот то что касается мозга вы есть то что вы читаете задумывались ли вы над тем сколько книг вы в год читаете если какая-то связь между количеством прочитанных книг и пользой от них либо успешностью человека вот эти все вопросы сегодня мы обсудим и я помогу вам ответить на эти все вопросы и поверьте мне если вы будете применять эту технологию у себя в жизни с каждой прочитанной книгой ваша жизнь будет меняться к лучшему итак переходим непосредственно к самому процессу прежде всего я хотел бы начать с необходимого реквизита как вы понимаете это не просто одна книга начнем с календаря очень важный реквизит и очень важная часть если вы на каждодневной основе не ставите в план чтения книг то навряд ли у вас будет получаться регулярно и систематически читать книгу поэтому демонстрирую обязательно это наличие календаря далее выбираем книгу которую собираемся читать если вы еще не определились какой книга и как ее читать то или у вас нечего читать вы не сможете читать поэтому выбор книги я это рассмотрю в отдельном ролике который будет называться какие книги читать смотрите в следующем ролике так вот выбираем книгу для чтения есть обязательно имейте с собой вот такой маркер желательно чтобы маркер был закрывающийся нажимаем выходит отжимаем он туда заходит почему это важно потому что в поездках или в повседневной жизни очень часто маркеры высыхают свойства таких маркеров что хорошо то что они не высыхают поэтому он служит очень долго желтый маркер но в принципе в любом канцелярском магазине есть большой выбор маркеров берите на свой вкус и цвет маркер далее я использую вот такие закладки такие прозрачные закладки наверно есть у каждого ну даже если нет у каждого то в любом канцелярском магазине в любом городе такие закладки есть желательно выбирать закладки где есть пять цветов пять цветов красный оранжевый желтый зеленый голубой что соответствует спектру каждый охотник желает знать где ну дальше сидит фазан нам особо не нужно вот пять цветов бывает еще такого вида закладки бывает бумажные закладки но как я сказал вот это это самый лучший самый оптимальный потому что они тоненькие пять цветов здесь вы тоже видите пять цветов но плюс 2 2 толстенькие закладки и так необходимый реквизит для чтения любой книги вот я вам продемонстрировал плюс конечно бывает так что когда вы выезжаете в командировку лучше всего в таких случаях использовать специальную книгу вернее специальную сумочку которая использует для переноски книг вот я использую смотрите вот такие сумочки это сумочка я ее купил на амазоне я думаю вы тоже можете найти но эта сумочка тем хороша она специально изначально сшита для того чтобы носить библию это американские священники носят библии в таких сумочках в чем удобство этой сумочке вы берете ложки книгу она идеально сюда ложится вы берете ложьте сюда маркер и вы берете ложите сюда закладочки можете закладки туда поместить вот пожалуйста вот как выглядит полный реквизит читателя книги книга закладки маркер соответственно если вам ехать в командировку просто закрыли и все закинули все в чемодан или в дорогу и эта книга всегда у вас собой в этот чехол вмещается две книги свободно ну конечно зависимости от толщины и так повторюсь это календарь с забитым временем для чтения книг это сама книга это маркер маркер это закладки и книга для транспортировки переноски книг вот весь реквизит который вам необходим для старта и начала эффективного использования книги начать я хочу с того чтобы что представляю вам книгу николаса талиба рискуя собственной шкуры это одна из моих самых любимых книг вы не обращаете внимание что здесь не так много закладок прежнюю книгу я недавно потерял во время переезда или кто-то забрал пока не могу найти но это уже новая опять книга я заново купил и сделать закладки и так с чего мы начинаем чтение книги дело в том что весь процесс чтения книги нужно вообще к процессу чтения книги нужно относиться как процессу пищеварения когда мы едим любую пищу мы получаем 6 видов нутриентов первое это белки это то что из чего строится наш организм и что мы получаем из пищи это самое главное потом есть углеводы которые дают нам энергию нашему организму потом есть жиры жиры понятно тоже дают энергию сохраняет энергию и участвует строительстве нашего тела это три основных грубо говоря макро нутриента дальше у нас есть клетчатка который помогает пищеварению дальше у нас есть вода которая является основой нашего организма и помогает тоже пищеварению и 6 элемент это микроэлементы и витамины витамины вот ровно по такой же методике я и подхожу к чтению книг из каждой книги я выделяю также 6 элементов и так элемент первый это белки что я отношу к белкам белками отношу это лайфхаки это приемы это инструменты которые я немедленно могу применить своей жизни то есть это то из чего состоит моя жизнь когда я эти инструменты внедряю в свою жизнь белки я отмечаю красным видите закладку красным берем красного начинаю белки я отмечаю красным и еще одна особенность то что я отмечаю закладки внизу если мы открываем любую закладку например как она выглядит в реальности вот видите красным отметил я здесь отметил слушайте советы того кто зарабатывает на жизнь советами только если он давая совет чем-то рискует то есть я для себя отметил что слушать только таких людей ну например возьмем другую закладку никто не понимает умом куда движется понять это можно только действуя ну тоже я решил свою жизнь это внедрить там возьмем например третью закладку там негодяй идет кратким путем добродетельный длинным из этого я сделал себе вывод и при это внедрил в свою жизнь такое правило что никогда не идти кратким путем я имею ввиду не срезать углы конечно всегда надо стремиться эффективным но не срезать углы в данном случае имеется да именно моральные углы вот вам пример белков или всех тех лайфхаков правил инструментов которые я немедленно должен внедрить свою жизнь путем внесения в свой планировщик трелла или в ежедневник то есть вот это эти белки я из этой книги выдергаю и внедряю в свою жизнь и так мы поняли что такое белки напоминаю белки это то из чего состоит ваш организм основной кирпичик вашего тела следующее оранжевым я отмечаю углеводы углеводы это то что дает организму энергию в моем случае углеводы это те вещи которые мотивируют вас которые заставляют вас задумываться которые вас чем-то удивили вот такие факты такие вещи я отмечаю оранжевым вот например я открываю все что касается углеводов читаю время избавляться от хрупкого и оставлять не ну неуязвимое вот второе ожидаемая продолжить жизни не хрупкого со временем увеличивается то есть есть какие-то вещи о которых мне надо дальше подумать и развить эту мысль и понять что он имел ввиду вот это вещи к размышлению вот шкура на кону делает скучное менее скучным когда вы ставите шкуру на кон унылые процедуры вроде проверки безопасности самолета ведь вы поневоле станете его пассажиром перестают быть унылыми то есть такие вещи о которых я должен либо задумываться либо это что-то меня удивило ну вот такие вещи я отмечаю оранжевым это я называю углеводы как вы видите их я отмечаю верхней части книги эта верхняя часть посвящена только углеводам и тем мыслям которых мне надо поразмышлять которые меня удивили и вот это вот снизу белки повторюсь третье нутриент из книги которые я извлекаю это жиры вы как видите жиры я отметил желтым цветом что в принципе соответствует жиром до жиры я отмечаю как обычно делаю закладки вот здесь жиры это все что интересное жиры это то что мне приятно читать то что приносит удовольствие это какие-то случаи которые стоит запомнить это все вот это жиры то есть жиры они как и в жизни вот если вы даже наверное в питании смотрите всегда приятно кушать все что жирное либо сладкое так вот углеводы это сладкое жиры это вот то что делает в пищу вкусной говорят же кашу маслом не испортишь так и здесь чтобы книга была интересная всегда в книгу включает разные случаи и интересные истории курьезные но не курьезные курьезные позже отмечу а вот именно такие интригующие вещи вот это называется жиры я в книге это называю жирами это то что книгу делать богаче то что делать книгу вкуснее из-за чего люди любят читать книги и кстати сделаю ремарку многие люди которые читают книги на пляже вот если вы посмотрите там бориса акунина там или какие-то книги которые читаются на пляже в основном это жирная пища в основном это жирная пища у которой мало пользы для вас но я их называю тайм киллеры они хорошо убивает время их приятно читать вы увлекаетесь вы меряете в эту книгу переживаете сопереживать этому герою и так далее это жирные книги конечно они вкусные конечно они хорошо продаются конечно у них большой тираж но прямо оттуда с той книги взять какие-то полезные свойства и внедрить свою жизнь у вас навряд ли получится и так вот жиры я отмечаю желтым вот с такого торца книги далее следующее зелеными отмечаю микронутриенты это как витамины витамины и микронутриенты которые мы применяем в каждой дневной жизни и которые необходимы нашему организму что я подразумеваю под микроэлементами и витаминами это анекдоты это курьезные случаи это забавные случаи это какие-то красивые цитаты они может быть бесполезные но очень красивые например это вот эти все вещи мелкие я их отмечаю зеленым цветом для чего для того чтобы просто периодически может быть в общении в кругу друзей и это применяет шутить использовать и так далее это то что повышает эрудицию это что делает вас приятным собеседником и без чего жизнь скучна далее 5 синим цветом синий цвет это обозначает или соответствует клетчатки вы знаете еда без клетчатки она вызывает запоры и ваш кишечник неправильно работает и шлаки не выводится поэтому клетчатка это то что будем держит основу или составляет основу любой пищи так вот клетчатка вот я отмечаю там же где жиры и где витамины сбоку книги что такое клетчатка клетчатка это ссылки это цифры факты статистика и так далее это то что мне не надо запоминать когда я прочитываю книгу клетчатка остается в книге она на полке у меня стоит просто я знаю когда я готовлюсь к какому-то выступлению для чего если это мне нужно я вспоминаю что в какой-то книге что-то интересно есть я беру книгу с полки и пролистываю факты цифры статистику истории даты такие вещи это я называю клетчатку потому что клетчатка потому что это те факты и даты или статистика вокруг которого строится повествование книги иначе книга без клетчатки она чисто превращается в философский трактант в данном случае в таких книгах очень много ссылок например полезных какое и приложение например использовать или какую следующую книгу прочитать например автор может ссылаться на на другого автора и так далее это все клетчатка и обратите внимание после того как я книгу прочитал сам процесс чтения книги он похож на процесс жевания во рту вы просто разжевали и раздробили книгу на элементы но не более того вы еще их не усвоили так вот все остальное вот после того как вы проживали книгу раздробили на элементы но книга то толще чем количество мои закладок все остальное что вы думаете правильно все остальное вода 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 на основе которого все строится и в чем все растворяется так вот в любой книге есть основа это вода потом есть белки углеводы жиры микроэлементы вот шесть компонентов вот и клетчатка вот шесть компонентов которые на которые ваше пищеварение разбивает любую пищу так и я делаю с книгой я книгу сначала прочитав разбивая ее на компоненты компоненты повторюсь это вода это клетчатка это белки это углеводы это микроэлементы после того как я прочитал книгу первое что я делаю этого я можно сказать разжевал во рту первое что я делаю я усваиваю белки я открываю красные закладки и переношу их свои календари то есть первую очередь я переношу в планировщик треллу сделать вот это внедрить вот это делать то-то внедрить это и так далее и пока вот эти красные закладки не кончатся то есть в трелла я тоже не вношу там сделать немедленно или завтра и так далее стрелла у меня есть отдельный список который звучит необходимо сделать без даты без ничего просто я вот это все вношу в список необходимо сделать а уже потом когда я буду сидеть размышлять над планами и как будущем это внедрять свою жизнь я там буду разбивать это разносить по датам по времени там и так далее так далее главное с книги выдернуть и разместить стрелла столбец необходимо сделать после этого второе что я делаю я беру оранжевые закладки и выношу у меня есть ноут ну это у каждого есть в айфоне и в любом смартфоне записная книжка у меня есть специальная папка называется к размышлению и я вот эти все мысли заношу туда после того как я все мысли разнес к размышлению что я делаю я каждое утро хожу два два с половиной часа гуляю до завтрака где-то 15-17 тысяч шагов у меня уходит где-то два два с половиной часа и все это время я каждый день открывая одну тему и хожу два два с половиной часа думаю 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 вот для примера сегодня я например вдоль и поперек думал над словом внимание что такое внимание когда она применяется для чего что за субстанция вообще внимания внимание и так далее вчера я думал о понятии энергия ну и так далее так далее вот каждый день я посвящаю расшифровки размышлению на каждым над каждым понятием. Далее, двигаемся далее. У меня здесь остаются жиры, у меня здесь остаются клетчатка, у меня здесь остаются витамины и микроэлементы. Эти вещи я никуда не выписываю, я их оставляю в книге. Почему? Потому что это как в обыденной жизни, жиры мне особо не нужны. То есть я с ними поступаю по принципу, что запомнил, то значит мне нужно. То есть жиры я применяю ровно настолько, насколько они естественным образом усваиваются. То есть если я из этих интересных историй, отмеченных желтым цветом, что-то запомнил, ну хорошо. Если не запомнил, то они остаются в книге. Теперь синие, это клетчатка, это как я вам говорил, факты, статистика, цифры, ссылки. Их в принципе не стоит запоминать. Поэтому я их оставляю в книге. Дальше. Микроэлементы, витамины. Интересные анекдоты, курьезные случаи и так далее. Да, иногда я их запоминаю, что запомнил, то запомнил, что не запомнил, остается в книге. Поэтому я их не трогаю. Как вы видите, из каждой книги я извлекаю две главные вещи. Это протеин или белок и углеводы. После прочтения книги, что я делаю? Я обязательно ставлю дату прочтения. Прочитано 15, 10, 18. У меня здесь написано. Получается, после того, как я прочитал, я обязательно ставлю дату и когда я прочитал. Обычно я расписываюсь, но тогда, видать, еще не расписывался. Не знаю, почему не расписывался. Но если у меня появляются здесь две или более надписи, то эта книга потом у меня переходит в полку под названием «Классика». И эта книга попадает в мою библиотеку, мою персональную библиотеку в раздел «Классика». Это значит, я эту книгу буду перечитывать еще много раз, и она мне в жизни еще много раз пригодится. Вот таким образом я с каждой книги выжимаю все лучшее и все полезно. И это не просто остается в моей голове, а немедленно притворяется в жизнь и входит в мои планы. И, естественно, после того, как я это внедрил в свою жизнь, моя жизнь каждый день меняется и улучшается, чего и вам советую. Спасибо.